Здравствуйте, меня зовут Алексей Орленко, я тренер-консультант учебного центра CyberBionic Systematics. Я рад вас приветствовать на информационном видеопротале для разработчиков ITVDN и на четвертом уроке курса Python Starter, на котором мы с вами рассмотрим циклы и циклические конструкции в языке программирования Python. Начнем мы с вами с понятия циклических конструкций. Давайте вспомним схему, которая у нас была на предыдущем уроке. Вот вспомним, какие у нас бывают основные виды алгоритмических конструкций. Линейные, разветвляющиеся и циклические. Линейные – это просто обычная последовательность действий, которая исполняется друг за другом. Именно такие алгоритмы мы с вами создавали на втором уроке. Алгоритмы с ветвлениями – это такие, в которых у нас есть параллельные ветви кода, которые исполняются в зависимости от какого-то условия, либо одна, либо другая. А циклические мы с вами сейчас рассмотрим на этом уроке. Это такие конструкции, в которых определенные действия повторяются несколько раз. В зависимости от какого-то условия или просто за одно количество раз. И это могут быть либо полностью одни и те же действия, либо одни и те же действия, но с новыми исходными данными. Давайте разобьем такое понятие, как цикл. Что же такое цикл? Цикл – это управляющая конструкция, которая предназначена для многократного исполнения набора каких-то команд. И существует четыре вида циклов. Три из них классические, а четвертый характерен для современных языков программирования, одним из которых является Python. Итак, у нас бывают циклы с предусловиями, с постусловиями, со счетчиком и совместные циклы. Вот давайте посмотрим на вот эти вот первые три вида классических циклов, которые есть почти в любом языке программирования и которые есть в любом учебнике по теории программирования вообще. Цикл с предусловием, его еще называют цикл while. Он исполняет какие-то действия, пока какое-то условие истинное. То есть у нас проверяется, что условие истинное, затем, если оно действительно является истинным, то какие-то команды исполняются, иначе волнение цикла прекращается. А если в конце волнения этих команд просто происходит переход на начало данного цикла, опять условие проверяется, если оно истинное, то мы выполняем эти команды еще раз, иначе выходим из цикла. То есть это что-то очень похожее на управляющую конструкцию if, которую мы с вами изучали на предыдущем уроке, с единственным лишь отличием. Эти команды, которые находятся внутри цикла while, исполняются не один раз, а до тех пор, пока наши условия истинные. Цикл с постусловием. Это нечто похожее на предыдущий вид циклов, однако с небольшой разницей. Условие проверяется не в начале цикла, а в конце цикла. То есть сначала происходит выполнение каких-то команд, потом проверка условия и опять переход на начало. Отличие стоит в том, что цикл всегда в таком случае выполнится хотя бы один раз. То есть произойдет хотя бы одна итерация. Одно выполнение в любом цикле, на самом деле, один проход через тело цикла называется итерация. И вот отличие цикла с предусловием от цикла с постусловием состоит в том, что цикл с предусловием может не выполниться вообще ни разу, если у нас условие изначально было ложным. А цикл с постусловием всегда будет выполнен хотя бы один раз. И на самом деле у нас в Python нету цикла с постусловием. Хотя он есть в большинстве языков, но в Python есть только цикл с предусловием. Только цикл while из этих двух. Вы можете спросить, а почему так? Ведь возможно мы что-то теряем в таком случае. На самом деле любой цикл с предусловием можно переписать в виде цикла с постусловием. И наоборот, цикл с постусловием можно переписать в виде цикла с предусловием. В худшем случае нам придется просто ввести какую-то дополнительную булевую переменную. Ну а почему вообще разработчики языка Python решили не включать цикл с постусловием в состав языка? Во-первых, дело в том, что действительно его можно переписать в виде цикла с предусловием. И во-вторых, создатели языка видовым ростом негативно относятся к циклам с постусловием, потому что они отчасти делают код менее читабельным за счет того, что условие находится в конце цикла. И до тех пор, пока мы не дочитаем цикл до конца, может быть не очевидно, зачем это все вообще нужно. Ну, прав он или нет, это уже дело такое, но факт есть факт, в Python цикла с постусловием нет. Дальше, следующий вид цикла. Цикл со счетчиком. Это тоже еще один классический вид циклов, который есть в любом языке программирования. Это цикл, который исполняется не в зависимости от какого-то условия, а просто строго за данное количество раз. У нас есть переменная счетчик, которая изменяется в заданном диапазоне, возможно еще с заданным шагом. И столько раз, сколько сказано, цикл исполняется. И, соответственно, у нас на каждой итерации доступна переменная счетчик, которая говорит о номере текущей итерации. А также существует еще один вид циклов, который не является классическим, но характерен для современных языков программирования. Это так называемый совместный цикл, for each цикл. Цикл с предусловием – это цикл while, цикл с постусловием – это цикл do while, цикл со счетчиком – это цикл, ну, вообще он называется обычно цикл for, а совместный цикл в большинстве языков называется как-нибудь вроде for each. И данный цикл исполняет какие-то команды для каждого элемента из заданного набора значений. То есть у нас есть какой-то набор значений, допустим, список, массив, что угодно. И мы для каждого из этих элементов берем и исполняем какие-то команды. И на каждой итерации нам доступен текущий элемент из этой коллекции. И цикл со счетчиком и совместный цикл в Python есть. Но есть один небольшой нюанс. На этом уроке мы будем рассматривать цикл for в Python как цикл со счетчиком, то есть его классическое использование, которое является характерным для любого языка программирования. Однако на самом деле в Python нету различий между циклами с счетчиком и совместным циклом. Там нет такой отдельной конструкции как for each. В Python цикл for это и есть совместный цикл. Просто есть специальный объект range, который нам последовательно возвращает следующее значение для счетчика цикла. Таким образом цикл со счетчиком в Python реализован как совместный цикл. Но пока что мы об этом можем не задумываться. Мы еще в седьмом уроке, когда мы будем изучать списки, все-таки увидим использование цикла for именно как совместного цикла, как оно есть. Подробно мы это разберем изнутри на курсе Python Essential. А пока что мы просто будем рассматривать цикл for как цикл со счетчиком и не задумываться над тем, как он работает изнутри. Теперь давайте рассмотрим те виды циклов, которые у нас есть в Python и которые мы пока что будем изучать на этом уроке. На этом уроке мы с вами изучим цикл с предусловием и цикл со счетчиком. То есть пока что не рассматриваем for как совместный цикл, пока что нас интересуют три классических вида циклов. Но поскольку один из них в Python отсутствует, то мы сейчас рассматриваем два вида циклов. Итак, цикл с предусловием. Цикл while. В Python он реализуется при помощи оператора while, который записывается, ну как я уже сказал, в принципе точно так же, как и if. И работает тоже довольно похожим образом, только оператор исполняется не один раз, а столько раз, сколько это будет необходимо, пока условие будет истинным. И как можно догадаться, если вы хотите, чтобы он вообще когда-либо закончился, то очевидно, что это условие должно зависеть от каких-то определенных значений, которые будут меняться внутри тела этого цикла. Иначе условие не поменяется, и цикл у нас либо изначально не будет исполнен ни разу, либо будет исполняться бесконечно. То есть в этом условии должна быть зависимость от каких-то внешних параметров, которые изменяются. Иначе смысла в таком цикле особо не будет. Ну или по крайней мере не будет смысла в этом условии. Итак, ну давайте повторим, как создаются подобные конструкции в Python и if, и while. У нас идет ключевое слово, в данном случае while. Затем идет логическое условие, которое является логическим выражением. После этого, через символ двоеточие, мы записываем блок каких-либо операторов, которые должны быть исполнены на каждой итерации данного цикла. Это может быть абсолютно любой блок операторов, любых команд, точно даже как и в условном операторе if. И точно так же, если вы хотите создать пустой цикл, то вы можете воспользоваться оператором пасс, который не делает ничего. Давайте рассмотрим это все на примерах. Как всегда, создадим новый проект, в нем файл сходного кода. Давайте назовем его while.example. И сделаем следующее. Будем вводить из клавиатуры какой-то текст до тех пор, пока этим текстом не окажется строка exit. Давайте напишем что-то вроде response. Равноизначально будет пустая строка, то есть это будет та переменная, в которой мы будем хранить результат. И пока эта переменная не равна строке, в которой написано exit, будем вводить с клавиатуры tab exit to exit. Вот так. Давайте запустим. Видите, у нас написано type exit to exit. Введем просто какой-то текст. Видите, у нас теперь эта команда выполнилась еще один раз. Введем еще какой-то текст, тоже опять это происходит. Введем пустую строку, тоже опять это произошло. Теперь напишем exit, и наша программа завершается. То есть смотрите, что у нас происходит. Вот мы создали переменную, и пока эта переменная не равна значению exit, мы вводим с клавиатуры значение для данной переменной при помощи встроенной функции input. То есть у нас наш цикл while сначала проверяет, не равна ли в этой переменной значению exit. Если это условие становится истинным, то есть если он становится ложным, если response будет равен exit, то выполнение цикла завершится. То есть мы перейдем на следующую команду. Если что-то здесь было на четвертой строке, или даже на какой-то другой строке, просто на том же самом уровне оступов, что и наше ключевое слово while, то мы после этого перешли на него. Но поскольку у нас после нашего цикла while ничего нет, видите, это наше первое действие, это все наше второе действие, после него ничего нет. Поэтому после этого выполнение нашей программы завершается. Поскольку это условие сейчас истинно, потому что response у нас пока что пустая строка, то у нас начинается выполнение данного цикла. Мы входим в его первую итерацию, и с кредитуры вводится значение для данной переменной. Если мы напишем exit, то данное условие станет ложным, и мы выйдем из цикла. Если же это значение не будет равно exit, то данное условие будет истинным, и мы перейдем на вторую итерацию, и эта команда будет выполнена еще раз. И так, сколько раз, сколько это будет необходимо. То есть пока переменная response не станет равна exit. Ну и поскольку у нас это значение проверяется в самом начале цикла, потому что цикл с предусловием, если бы наша переменная response с самого начала была равна exit, то условие с самого начала было бы ложным, и наш цикл не выполнился ни одного раза. Видите? Давайте рассмотрим еще один пример. Я переименую этот файл в whileExample1 и создаем еще один файл. сделаем так. Допустим, у нас будет какая-то числовая переменная n, которая изначально будет равна единице. И пока это число n меньше или равно 10, мы делаем следующее действие. Мы выводим, что n равно этому значению n. И увеличиваем n на единицу. Делаем данный файл запускаем, запускаем его и видим следующий вывод. n равно 1, n равно 2 и так до 10. Давайте сделаем вот так вот, сделаем n меньше и меньше или равно 3. Вот n равно 1, n равно 2 и n равно 3. И запустим это под отладчиком. Нажимаем здесь F10. Итак, смотрите, мы выполнили эту команду. Это наше первое действие. Теперь у нас n равно 1. Наше второе действие – это вот этот цикл while. Итак, у нас происходит проверка, что n меньше или равно 3. 1 меньше или равно 3 – это истина. Поэтому у нас начинается итерация цикла. У нас выводится текущее значение n. И n увеличивается на единицу. Видите, теперь n равно 2. Опять у нас происходит проверка. n меньше или равно 3. 2 меньше или равно 3. Это истина. Поэтому мы опять попадаем в тело цикла. У нас опять выводится значение n. Это сейчас 2. И n увеличивается на единицу. То есть теперь n равен 3. Опять проверяем, что n меньше или равно 3. Это все еще истина, потому что 3 равно 3. У нас выводится значение n на экран. И n увеличивается на единицу. Теперь у нас n равно 4. Мы проверяем, что 4 меньше или равно 3. Это будет ложь. Поэтому выполнение цикла завершается. Теперь давайте вернемся к предыдущему примеру. И вот смотрите, вот такой вот интересный вообще шаблон использования данного цикла. У нас сейчас в цикле вводится какое-то значение с клавиатуры, пока оно не станет удовлетворять какому-то условию. На самом деле, вот чем-то подобным можно пользоваться для того, чтобы гарантировать правильность введения данных. Давайте создадим еще один файл и увидим, как можно это сделать. Назовем его file example3. И сделаем следующее. Давайте представим такую ситуацию. Нам нужно ввести из клавиатуры положительное число. Оно обязательно должно быть положительным. Что значит положительным? Это значит, что число больше нуля. Если число меньше или равно нулю, то сейчас оно нам не подходит. Давайте заведем переменную для этого числа. И инициализируем ее каким-то значением, которое нам сейчас изначально не подходит. Например, ноль, потому что нам нужно число больше, чем ноль. И пока данное число меньше или равно нулю, то есть пока оно не подходит под нашу задачу, не удовлетворяет заданному условию, вводим его в клавиатуры. Пишем. Видите? Положительное. Целое число. А уже за рамками данного цикла мы пишем, что вывели такое-то число. Посмотрите, данный цикл будет выполняться, пока мы не введем действительно положительное целое число. Пока мы будем вводить числа отрицательные, либо нулевые, он все еще будет исполняться, и у нас все еще будут запрашиваться новые и новые значения. Давайте назначим запускаемым и запустим. У нас появляется приглашение к обводу. Введем ноль. У нас опять запрашивается данное число. Введем минус пять. У нас оно опять запрашивается. Введем восемнадцать. Мы видим, что цикл завершился, и у нас выполнилась вот эта команда, которая находится на пятой строке. Смотрите, что общего между всеми этими тремя примерами. У нас условие зависит от какого-то значения, которое изменяется в теле цикла. В первом примере это была переменная респонс, которая вводилась с клавиатуры. Во втором примере это был счетчик n, который увеличился в теле цикла на единицу с каждой итерацией. В третьем примере это была переменная набора, которая также вводилась с клавиатуры. Таким образом, мы точно не знаем то количество итераций, которое у нас будет. На самом деле, во втором примере как бы знаем, но второй пример с помощью цикла while обычно не пишется. Мы рассмотрим, как это сделать с помощью цикла for. А вот в первом и третьем у нас количество итераций наперед неизвестно. Однако, общим является то, что условия, те данные, от которых зависит условие, меняются во время выполнения цикла. Если же оно не меняется, то если оно будет изначально ложным, как мы делали вот сейчас в первом примере в конце, задав изначально значение exit, то цикл не выполняется ни разу, потому что условие изначально ложное. А если же условие не зависит от никаких значений, которые изменяются, и оно изначально было истинным, то понятно, что оно все время будет истинным. А что будет, если условие цикла все время будет истинным? Учитывая то, что он исполняется до тех пор, пока оно не станет ложным, понятно, что в таком случае цикл, получается, будет исполняться все время, то есть вечно, пока мы не закроем нашу программу. Вот давайте убедимся в том, что это действительно так и будет. Сделаем так. Уведем на экран надпись. Все натуральные числа. И сделаем так. Код, какой-то счетчик n изначально будет равен единице. И пока у нас while true. Вот. Нам можно задать условие, которое всегда будет истинным. Какое самое простейшее условие, какое самое простейшее логическое выражение всегда будет истинным? Само значение истинно. Ведь любое значение само по себе является выражением. Самое простое выражение, которое только может быть, это какая-либо константа. Какое-либо значение, которое напрямую задано каким-то литералом. Это самый простой вид выражения, которое только существует. Какие у нас бывают константы для логических значений? True и false. True это истинно, false это ложь. Цикл while false никогда ни разу не исполнится вообще. Цикл while true будет исполняться бесконечно. И в этом цикле выведем отозначение n и увеличим n на единицу. Запускаем. И это будет происходить до тех пор, пока мы не закроем нашу программу. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова